Храм Воскресения Христова стоит на открытой местности и во многом благодаря именно этому случайные прохожие почувствовали запах гари, доносящийся с территории храма. Горела церковная лавка. Половина второго ночи. Очевидцы заметили клубы дыма и сообщили об этом сторожу. Приехавший на место пожарный расчет быстро справился с пламенем. Пожарным подразделением было принято оперативное быстрое решение по тушению возгорания. Угрозы распространения огня на соседние строения отсутствовало, только существовало на охват огнем полностью всего здания. Но благодаря пожарным возгоранию удалось ликвидировать за считанные минуты. Ну а последствия ночного ЧП теперь ликвидируют прихожане храма и добровольцы. Лавку построили весной. К счастью, каркас строения из металла, потому пострадали только деревянные элементы здания. Здание сильно пострадало, на ваш взгляд? Да нет, сама конструкция металлическая ничего не пострадала. Что, тут только дерево поменять? Да, думаю, вот это же дерево, же стянут. Да нет, ну, в принципе, сразу ничего нет. Вы что, быстро справитесь? Как получится. Дознаватели на данный момент опросили очевидцев и изъяли вещественные доказательства с места пожара. В качестве основных рассматриваются две версии – короткое замыкание и поджог. В тех работах по электропроводке, которые проводились, никаких замечаний нет. У пожарной охраны претензии предъявляются сейчас к внутренним соединениям, заводским соединениям электрического котла, который работал в этом помещении. Масштаб ущерба еще требуется ценить. На работу храма пожар никак не повлиял. Службы ведутся в обычном режиме, а лавку восстанавливают всем миром. Пока это простые горожане, большинство наших прихожан, для которых приход, как я считаю, то есть они воспринимали эту хагирю как личную и пришли со своей помощью посильной, чтобы помочь. Восстановить работу лавки планируют к холодам, а для этого требуется еще и наладить отопление. Кирилл Давкаев, Ахрис Ламов, Новости НТР.